Здравствуйте! История Осирии Парфянская Осирия, 150 год. До нашей эры. 225 год. Нашей эры. Адиабина к 150 году до нашей эры. Осирия находилась в значительной степени под контролем Парфянской империи. Парфяне, похоже, осуществляли лишь слабый контроль над Осирией. И между серединой двух века до нашей эры и четыре века нашей эры возникло несколько неосирийских государств. К ним относятся древняя столица Осур, Адиабина со столицей Арбела, современный Эрбиль, Бетнухадра со столицей Нахадра, современный Дахук, Осруин со столицами Эдеса и Амит, современный Шанлыурфа и Диярбакыр, Хатра и Бетгармай, со столицей Варапи, современный Киркук. 95. Осирийские и Адиабинские правители перешли в иудаизм из древней месопотамской религии в первом веке. 96. После 115-го года нашей эры в Адиабине нет исторических следов еврейской королевской семьи, и население оставалось последователями месопотамской религии или христианства. 96. Эти свободы сопровождались крупным культурным возрождением Осирии, и в этот период храмы осирийских национальных богов Ашура, Сина, Хадада, Иштара, Ненурты, Тамуза и Шамаша были снова посвящены в Осирии и Верхней Месопотамии. 97. Кроме того, христианство пришло в Осирию вскоре после смерти Христа, и осирийцы начали постепенно переходить в христианство из древней месопотамской религии в период между первым и третьим веками. Ассирия стала важным центром сирийского христианства и сирийской литературы, при этом Церковь Востока, включая ее ответвление от Ассирийской Церкви Востока и Хальдейской Католической Церкви, развивалась в Ассирии. Ассирийская Православная Церковь частично также, причем Осруин стал первым из них независимое христианское государство в истории. Здравствуйте, подписывайся на канал, нажми на колокольчик, колокольчик.